Комиссия Минсельхоза сегодня объезжала поля Рыбницкого района из-за засухи. Многие хозяйства потеряли урожай. Больше всего в районе пострадала пшеница, нут и рапс. Урожай пшеницы в Рыбницком районе в три раза меньше, чем планировали. Зима без снега, засушливая весна. И вот итог. На этом поле зерен в колоссиях практически нет. Семена, вот. Это уже не семена. Это катастрофа. Вот со всей кучки два семечки. Такого урожая, а точнее не урожая фермер Александр не видел никогда. Не хватит даже на семена. На моей памяти не было такого. Я как бы в сельском хозяйстве 2004 года, но такого не было. Не помню во всяком случае. Ну, были засухи, но не такие. Пшеницу придется перепахать. Такая же участь ждет и нутовое поле. Здесь тоже без урожая. Засуху нут еще попытался выдержать. А вот двухнедельные ливни не перенес. Почва затвердела, как бетон. Растения засохли. Нету рождения. У Петра Анатольевича дела аграрные обстоят чуть лучше. Пшеницы хватит хоть на семена. А они для фермеров в этом году почти на весь золото. Да еще и сорт хороший. Украинский. Там, где посеяно сортовыми посевами, репродукцией высокой, первой элитой, все посевы необходимо убрать в самые ранние сроки, чистить, откалибровать зерно. Потому что это будет источником семенного фуна для всей республики. И будем делиться. В Каменском и Рыбницком районах урожай зерновых всегда был лучше, чем на юге республики. Дождей здесь больше, но и этого оказывается недостаточно. Со следующего года Петр Анатольевич свои поля начнет поливать. Насосную станцию уже отремонтировали. До сих пор у нас было дождей достаточно, чтобы было все хорошо. Никто не думал, думал, что все пройдет. Ну, поменяется климат, поменялся взгляды наши на сельское хозяйство. И мы решили заниматься поливом. Специалисты Минсельхоза побывали во всех районах республики. На тех полях, которые пострадали из-за непогоды, больше всего оценили потери. Мы сегодня находимся в Рыбинском районе. Та часть района, которая прилегает к Дубосарскому, она более пострадала от засухи. Чем севернее, тем ситуация лучше. Здесь было больше осадков. Наиболее пострадал Слободзейский район. Сильно пострадал Григорьевский район и Дубосарский. Урожай зерновых слабый, но этого количества, говорят Минсельхозе, достаточно, чтобы обеспечить страну хлебом. А вот на экспорт в этом году отправят намного меньше. Яна Раховская и Леонид Мостак. ТСВ.